Доктор Медицинских Наук 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 вид, на который может наслаиваться и бактериальная пневмония, могут потребоваться и антибиотики, и все. Но суть поражения – это все-таки вирусное поражение, вирусное поражение сосудов легких. Оно более опасное или нет? Или нельзя разделить опасное, не опасное? И то, и то опасное. Любое заболевание может протекать в более легкой форме или в более тяжелой, даже в реанимации в условиях, а может вообще протекать бессимптомно, когда человек и не знает, что он переболел, и только лабораторными методами можно выявить появившиеся антитела, которые свидетельствуют о том, что заболевание было, но о нем человек даже и не знал. Поэтому здесь трудно сказать, что тяжелее, что легче, но тяжелые формы ковида, конечно, чреваты самыми неблагоприятными исходами и смертями, поэтому здесь требуется, конечно, внимание. Особенно тяжело, конечно, протекают у лиц, имеющих букет хронических заболеваний, какую-то хроническую патологию легких, бронхиальную астму. Хронические бронхиты как-то на это влияют? Да, и сахарный диабет, и другие хронические заболевания. Поэтому лица старших возрастов, конечно, тяжелее болеют. А вообще сейчас низился возраст ковида? Можно ли говорить о том, что все-таки вирус мутирует, и начинают уже болеть и подростки почаще или нет? Я думаю, что это не зависит от мутации вируса. А вирусы, естественно, мутируют, но в отношении коронавируса, насколько мне известно, мутации не столь значимы, чтобы переставали работать существующие подходы, в том числе и вакцинальные. Дети, как правило, болеют или не болеют, или болеют легко коронавирусной инфекцией. Но, конечно, если у детей есть тоже хроническая какая-то патология, врожденная или наследственная, или приобретенная, то они имеют шанс болеть тяжелее. Но в любом случае дети не составляют такой проблемы, как пожилые возраста с ковидом. Это понятно, да, мы очень хорошо понимаем, что за всем этим надо следить с самого раннего возраста. На что обращать внимание, чтобы, понятное дело, потом эти заболевания не переросли в хронические? Да, вот вы говорите, что меняется сама пневмония, и у детей в том числе. На что нужно действительно обратить внимание, посмотреть, может быть? Конечно, истоком всего являются частые респираторные заболевания. Следно и состояние иммунитета ребенка. Это танзелиты различные, бронхиты. Это в том числе проявление всего этого. И здесь, конечно, надо постараться нормализовать состояние ребенка и не дать из этих частых заболеваний, на фоне этих частых заболеваний, сформировать какую-либо хроническую патологию. А поскольку половина общей заболеваемости у детей – это болезни органов дыхания, то понятно, почему к ним такое пристальное внимание. Внимание. То есть то, что они кашляют, это нужно... Сигнали нужно обратить внимание, если ребенок кашляет, кашляет, вроде бы температура не поднимается, насморка такого нет, чувствует себя хорошо. Но постоянно вот есть какой-то кашель. Нужно ли напрячься в этом моменте? Проблема кашля, она не только в нашей стране звучит, и у детей особенно, потому что любой затяжной, то есть больше 4 недель или хронический, больше 8 недель длительностью кашля требует разбирательства. В связи с чем? И причины кашля могут быть очень разнообразными, причем не только легочными, но и вне легочными. Вот, и здесь, конечно, в значительной степени у детей они определяются состоянием носоглотки, с одной стороны, и аллергическим причинам, то есть начальными проявлениями... То есть аллергии тоже можно кашлять, да, получается? Начальными проявлениями бронхиальной астмы не диагностированы, это же тоже аллергическое заболевание. Иногда вот у маленьких деток особенно бронхиальная астма и протекает в виде такого изнуряющего кашля, такая кашлевая форма бронхиальной астмы. Ну вот коклюш, например, тоже, да, он же проявляется вот таким вот кашлем, но там чуть-чуть другое. Коклюш – это все-таки инфекция, имеющая свое циклическое течение, и он заканчивается. А когда ребенок продолжает и продолжает и продолжает кашлять, ну, здесь вот надо разбираться. Нужно насторожиться обязательно. Надо разбираться. Что касаемо вакцинации, как вы считаете, нужно... Не, а есть от пневмокока. Ага, от пневмококовой инфекции, да, получается? Да, да. Ну, там тоже есть свои нюансы, потому что очень много сиротипов, не все же могут и входят в вакцину, и какие-то наиболее злостные сиротипы входят, к ним вырабатывается иммунитет при вакцинации, но тогда поднимают голову другие сиротипы. Тогда другим можно поболеть, да, и очень серьезно. Да, вакцина меняется, так сказать, в нее входят другие сиротипы, ну, повестку дня приходит. Третий, ну, получается так, что истоки, на мой взгляд, все равно в формировании крепкого организма... Общего иммунитета, да. Для этого нужен здоровый образ жизни, прежде всего, куда входит и экология, и в том числе не только внешняя, на которую трудно влеть, а домашняя. И табакокурение окружающих взрослых, когда ребенок поневоле становится маленький, даже ребенок пассивным курильщиком, что очень пагубно сказывается на состоянии органов дыхания. И когда дома зоопарк, когда дома там разводят животных... Зоопарк – это вылетит домашних животных, да? В общем, огромное количество автофакторов. Да, 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 ну, да, потому что... Нет, животные – это хорошо, но когда они живут на фазенде, а когда в квартире маленькой, где и так скучно, еще и вольеры с попугаями, еще там разводят, например, собак или еще кого-то, ну, это получается очень большая аллергенная нагрузка, и если какая-то предрасположенность к аллергии есть, а она есть у четверти населения планеты, то неминуемо формируется аллергическая патология, та или иная, и не только аллергический насморк, а может быть и бронхиальная асма. Юрий Леонидович, я... Столько интересного, но очень мало времени. Хотелось бы продолжить поговорить, но не позволяет хронометраж нашей программы. Спасибо огромное за то, что вы оказались сегодня в нашей студии, и, как мы поняли из ваших уст, самое главное – это позитивный взгляд на все. И иммунитет. Иммунитет, да. Здоровья жизнь. Спасибо. Конечно, еще что мне хотелось сказать, что истоки патологии взрослых берут начало в детстве, поэтому мне виделось очень важным, что вот съезд проходил и объединял и взрослых, и детских пульмонологов, потому что это взаимодействие очень важное. То есть нужно беречь здоровье с самого детства, и родителям на это обратить внимание. Спасибо большое. Спасибо огромное. Всего доброго. Друзья, прямо сейчас мы прервемся на 10 минут, дабы посмотреть новости, но после чего возвращаемся в студию нашего УТО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова